Доброе утро, уважаемые друзья. Это у нас нарядная цеха эксплуатации локомотивного депо Кременчук. Сидит москалец на матрасе. Спалось. Как? Так. Жестковато. Жестковато. Да. Хорошо. С перерывами спалось. Ну что, хочу наголосить всем залезничникам и тем, кто смотрится, мы еще и не видим. Ни один канал украинский нас не показывает чему-то. Мы остановились, значит, локомотивное депо на сегодняшний день. Кременчук, Кривий Рег, Синельниково, Запорожье, Дарниця. Частично депо Полтава. Я говорю, что Знаменка. Пока мы еще информацию не володим. Кременчук, по инструкции, по несправностям локомотивов, которые доведены до критического состояния, не отвечают, являются загрозой безопасности руху поездов и перевозки пассажиров и вонтажиров. И стоим уже второй день. Пакет «Залезница» вообще не реагирует на это. И не знаю, почему. Кривой Рог сейчас приехал начальник дороги, вроде, при Дніпровске, и там думал, уговорить их. Нас пытались уговорить. Наши залезничники, я хочу, чтобы все зрозумели, что основные наши требования, первое, это поднятие заработной платы до належного уровня. Другое, второе, это негайно скасовать норму закона, которая, значит, скасовала у локомотивных бригадах залезничников право выхода на пенсию за выслугу уроки. Третье, привести руховий склад до належного стану. И, значит, четвертое, наша вимога правдивания патута в залезнице, яке бездіє, негайно отправить в відставку и откличить противокриминальные справи за то, что они развалили тяговый руховый склад, довели в залезницу до критичности. Вот это, в основном, такие вимоги наши. И стоим, чтобы не говорили, что это страйк какой-то, мы стоим по инструкции, работа по инструкции. Так працювать должен каждый залезничник, и тогда можно что-то добиться, потому что по инструкции нас притягали до відповеденности, а мы в данный час повернули ее другой стороной, против керевництва патута в залезнице. И очень эффективно получается. Хорошо, спасибо.